История под грифом совершенно секретна. Эксклюзивчик от сильных новостей. Польша может полностью закрыть движение через белорусскую границу, а в Беларуси может быть введена смертная казнь для чиновников. Расскажу за что. 21 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! История под грифом совершенно секретна. Что гомельские рабочие думали и говорили о власти 90 лет назад при Сталине. От хорошая партия до «я теперь совсем пропал и обречен на гибель». В годы советской власти социологию совсем не любили. В ранний период она была официально запрещена. С начала 60-х годов ее считали буржуазной лженаукой. Ну а позже ставилась задача фиксировать процессы развития советского общества, выявлять все положительные и не замечать негатива. В то же время власть желала знать, что о ней думает и говорит народ. И получала желаемое. Мониторингом общественного мнения на местах. Например, в 30-х годах занималось Объединенное государственное политическое управление. Задачей которой была борьба со шпионажем и контрреволюцией. Читайте об этом материал, который подготовил журналист сильных новостей. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. В койниках пьяная женщина воткнула нож в спину матери. Жуткий случай произошел на прошлой неделе. 42-летняя женщина со своей матерью устроила застолье, в ходе которого припомнили друг другу старые обиды. Ситуацию пытались взять под контроль 22-летний внук хозяйки дома. Правда, как только он отвлекался, обстановка продолжала накаляться. В итоге женщина вспылила и вонзила нож в спину своей матери. К счастью, медики успели вовремя. Пенсионерку госпитализировали, а ее дочкой занялись сотрудники правоохранительных органов. Польша может полностью закрыть движение через белорусскую границу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел этой страны Павел Яблоньский в эфире одной из радиостанций. «Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы», — сказал политик. Он отметил, что решение еще не принято. Текущая ситуация анализируется по мере развития событий. Напомним, с сегодняшнего дня в польском пункте пропуска «Кукурыки» ограничили движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах членов ЕС Европейской ассоциации свободной торговли. В Беларуси может быть введена смертная казнь для чиновников, которые совершили государственную измену. В телеграм-канале Палаты представителей отмечается, что депутаты во втором чтении приняли такой законопроект. По документу предусматривается введение смертной казни для совершивших госизмену чиновников. Речь идет еще и о тех, на кого распространяется статус военнослужащего. Отметим, что далее этот законопроект должен быть рассмотрен и одобрен Верхней Палатой Парламента, Советом Республики, после чего он должен обязательно оказаться на подпись Александра Лукашенко. Полет белорусского космонавта отложен до следующего года. Планировалось, что первая женщина-космонавт из Беларуси отправится в полет осенью этого года. Примерно на полгода, с осени 2023 года на весну 2024. Сдвигается полет Союза первого космонавта Республики Беларусь, говорится в сообщении Роскосмоса. Вероятная причина смещения сроков запуска — неисправность космического корабля «Союз» МС-22. Напомним, подготовку к полету планировалось начать с февраля. Претендентками на полет в космос являются две бортпроводницы Белавия, судмедэксперт, акушер-гинеколог, детский хирург РНВЦ детской хирургии и младший научный сотрудник Института физико-органической химии Национальной академии наук. Мужчина на глазах у изумленного кондуктора съел свой поддельный проездной. Необычный инцидент произошел в одном из автобусов Слуцка на прошлой неделе. Кондуктор рассказала, что сразу заметила подделку и попросила показать документ поближе. Когда проездной оказался в ее руках, мужчина выхватил его, скомкал и съел. Но и это еще не конец. На следующий день один из пассажиров показал ей еще один поддельный проездной с точно таким же серийным номером. Но на этот раз кондуктор была подготовлена ко всяким неожиданностям и смогла отобрать документ и передала его начальству. В автобусном парке номер 2 города Слуцка информацию подтвердили. По данному инциденту проводится проверка. Пацан к успеху шел, но не фартануло. Молодой человек украл телефон за 5 тысяч рублей, а на запчасти продал всего за 80. Инцидент произошел в Минске на Зыбицкой. Там, в одном из баров, отдыхала девушка. В какой-то момент она передала сумочку парню, с которым познакомилась, а он воспользовался возможностью и вытащил оттуда телефон. Смартфон был дорогой, его оценили в 5 тысяч рублей. Что интересно, парень продал телефон всего лишь за 80 рублей на запчасти. На него завели уголовное дело за кражу.